Здравствуйте! Наша сегодняшняя героиня всего 23 года, но несмотря на это, у нее за плечами большой багаж смелых решений, ценных знаний и бесценного опыта. Татьяна Костина, основатель и главный редактор эстетического журнала о путешествиях по Украине «Ля Бусоль» не побоялась запустить нестандартный проект без стартового капитала и специального образования, доказав тем самым, что если много работать, собрать команду единомышленников и верить в свой успех всей душой, можно преодолеть любые препятствия. Танечка, привет! Привет! Татьяна Костина, основатель и главный редактор эстетического журнала о путешествиях по Украине «Ля Бусоль», возраст 23 года, место рождения – Донецк. Семейное положение, помолвлено, образование, Одесская национальная юридическая академия, Львовская бизнес-школа, знания иностранных языков, английский, хобби, йога, театр, архитектура, скульптура, живопись. Главное достижение – еще впереди. Любимая книга – та, которая мотивирует. Девиз по жизни – слушай свое сердце. Детская мечта – выпустить сборник стихов. Многие ребята, которые получают высшее образование, они, закончив пятый курс, не видят себя никем в этой жизни. Они стоят перед выбором, они не представляют, чем заниматься дальше, они не могут определиться с профессией. У тебя история абсолютно противоположная. Еще на четвертом курсе, будучи студенткой юридической академии, ты четко поняла, чем хочешь заниматься. Да, и несмотря на то, что ты окончила юракадемию с красным дипломом, многие прочили от тебя аспирантуру, преподавательскую деятельность, ты пошла совершенно по другому пути. С одной стороны, мне юриспруденция нравилась, это защита прав, да, но когда ты сталкиваешься с практическими уже моментами, когда я попала на практику в прокуратуру, это уже был первый сигнал, что нет, не мое. Это ты на каком курсе попала? Это был второй курс, да, я из Донецка, это была прокуратура Донецкой области, вот, и это совсем не то, чем я хотела бы заниматься в жизни, потому что работа достаточно серьезная, в работе очень много, ну, так сказать, негативных моментов. Ты знаешь, это очень смело, в какой-то момент, да, отказаться от тех перспектив, которые, по сути, могли были. По сути, да, да, действительно, вот, и я поняла, что пойду дальше, ну, на пятый курс в магистратуру, мне еще нужно время, я не готова пока полностью бросать академию и уйти полностью в работу, вот, ну, я чувствовала, что, ну, я просто могу испортить себе, там, несколько лет жизни, если не всю жизнь, вот. И я пошла в магистратуру, но уже с мыслью о том, что юристом я не буду. По каким критериям ты подбирала издание? Честно, я просто фанат такой книжной публицистики, такого нет понятия, это не профессиональное понятие, но просто, чтобы максимально было понятно. Эстетика, да? Я люблю издания, которые напечатаны, вот, на плотной бумаге, не на глянцевой бумаге, которые, верстка у которых, да, прекрасная, когда, там, я могу любоваться фотографией на целый разворот, да. Ну, почему нет? Есть такой формат, как эстетическое издание, да, вот тот же Кинфолк, я знаю, ты его очень любишь. Вот, к этому я и веду. И я такие издания встречала за границей, но когда я начала искать в Украине что-то подобное, ну, не нашла. Были журналы туристической направленности, я их заказывала, это было очень долго, ну, потому что, знаешь... Это украинские издания? Да, да, да. Они, во-первых, региональные, ну, допустим, журнал, посвященный Карпатам. Во-вторых, чисто такие рекламные, где, в принципе, журнал, это как средство монетизации, как площадка для размещения рекламы, и мне было не совсем интересно. Такой бизнес-проект, да? Да, потому что я открываю, вроде, статья интересная про горы, на украинском языке, красивая, вот, а переворачиваю, а там какие-то реклама сауны, и, ну, у меня в голове это совсем не укладывалось. Ну, мешает восприятие, да? Конечно, да. И первое, с чего я начала, это пост в социальных сетях, о том, что, ребята, есть такая идея, нам есть о чем писать. Еще единомышленники, да? Да, да, да. Я хочу, чтобы украинцы знали свою страну. Давайте вместе ее вот покажем нашим согражданам. И что, был фидбэк? Ну, как ты думаешь, на первую встречу пришло около 30 человек, и для меня это было удивлением. И эта встреча организовалась в результате всего одного поста. Одного поста, да. И тогда совершенно разные люди. Допустим, вот, Анечка постовая, которая у нас сейчас является графическим дизайнером, она, мы с ней просто принимали участие в велопробеге, и вот, один день были знакомы. И когда я сделала этот пост и сказала, ну, кого я ищу, да, это журналисты, дизайнеры графические, это, там, верстальщики, это копирайтеры. Для тебя высшее образование было приоритетом? Нет, совсем нет. Нет. Ну, главное, то, что человек, у человека есть уже какая-то база, да, то есть, я вижу его навыки, я вижу его умения, я вижу его портфолио, и это было, ну, как, по сути, принципом для отбора. Я знаю, что вы решились, да, и презентовали свой проект на краудфандинговой платформе «Спильно Кошта» или «Валыка Идея». Давай сейчас расскажем для тех ребят, у которых есть интересный проект, но они, возможно, не решаются, не знают, как попросить денег. Вот расскажи, как действовала ты. Да, на самом деле, поскольку я понимала, что раз это моя инициатива, я должна нести ответственность за финансовую часть и за реализацию в плане финансов, да, потому что на печать на тот момент нужна была достаточно большая сумма. Какая сумма? Ну, мы анонсировали, что нам нужно собрать 20 тысяч за 20 дней, на самом деле нужно было уже при подаче макета в типографию нужно было 40 тысяч. Декабрь, да, 2014 года, это не самое лучшее время для начала нового проекта. Это было действительно, мы шли как против течения. Я, как никто другой, понимала, какие сложности творятся в государстве, но, тем не менее, я не могла не начать этот проект. Но свой проект очень патриотичный. Одна из наших целей – это привить любовь к Украине. Это показать ее не только города, но и природные, да, особенности, ландшафты. О мобильности. Я знаю, что команда «Ля Бусоль» очень мобильная. Это все ребята из разных городов Украины. Вы работаете удаленно, работаете онлайн. Вот комфортно для тебя так работать? Вообще сложностей никаких нет. Если кому-то подходят ритмы, например, вот мы с Аней из Харькова, да, у нас обычно ночное такое, ночная работа, потому что день обычно занят какими-то рутинными делами, вот, а потом приходишь домой, можешь расслабиться и заняться действительно вот творческим таким потоком, потому что все, что связано с созданием журнала – это все творчество. Танечка, а что было самым запоминающимся и самым сложным в работе над первым выпуском? Наверное, общение. У меня тогда совсем не было опыта. Я, знаешь, такая студентка четвертого курса, ну, уже пятого на тот момент. Я приходила, знаешь, к таким и государственным служащим, и бизнесменам. И вот, знаешь, с такими наивными глазами, говорю, «Здравствуйте, а мы делаем журнал, пожалуйста, помогите нам». И как бы у меня еще не было навыков, да, каких-то вот коммуникаций. Сложно было, когда перед тобой закрывали двери, ну, как бы не без этого. И когда ты начинаешь, нужно быть к этому готовым, что закрытых дверей будет гораздо больше, чем открытых. Но, тем не менее, чем в большее количество дверей ты постучишься, тем больше вероятность того, что откроется именно та нужная… Твой энтузиазм не иссякал. Ну, а что было делать? На данный момент есть 9 выпуска. Да, да, да. Ты можешь сказать, о каких они городах? Да, ну, как я уже упомянула, первый выпуск был об Одессе. Дальше мы отправились во Львов. После Львова были Черновцы. Выпустью в Черновцы мы поехали в Карпаты, в горы. То есть это первый такой выпуск не о городе, а о местности, да, об определенных вот локациях. После Карпат уехали в Харьков, совершенно противоположная сторона. В Харькове, кстати, у нас очень тепло принялись презентации вот именно западных выпусков, там, Карпат и Львов. Знаешь, я никогда не была в Харькове и, честно говоря, никогда туда не стремилась. Но когда я прочла «Ля Бусоля» Харькове, я поняла, что я хочу в Харьков. Боже, ну вот видишь. Это не реклама, это действительно, я это почувствовала. Ну вот в этом и суть, потому что на самом деле мы хотим рушить стереотипы. Все говорят «Харьков серый», «Харьков промышленный», «Харьков то, все». Да боже, там такой творческий потенциал. Я говорю, что это интеллектуальная столица Украины. Я когда читала журнал, я не могла не заметить, что вы в каждом городе ищете людей, которые, ну, с одной стороны, вот пройдешь по улице, да, ну, ничем не выразительный человек. Но с другой стороны, каждый из них в той или иной степени меняет жизнь города. Они молодые, они творческие, они креативные, они не боятся как-то нестандартно мыслить, ломать шаблоны. Вот как вы этих людей находитесь? Благодаря тому, что к нам присоединилось уже очень большое количество людей, неравнодушных, да, вот к судьбе Украины, к судьбе каждого города, когда мы анонсируем о том, что мы едем в новый город, в комментариях нам упоминают об этих людях. Кого-то мы знаем лично, потому что, ну, так получается, что если ты что-то делаешь, если ты вкладываешь, да, в свою энергию, в какое-то большое дело, так или иначе, ты знакомишься с такими же людьми, ну, которые только в свое дело, да, что-то вкладывают. То есть вас в каждом городе уже ждут, да? Ну да, кого-то знаем мы, да, кто-то написал нам когда-то, кто-то кого-то порекомендовал. И вот таким образом так и получается. Вы позиционируете себя как художественное издание, эстетическое, аналогов которому в Украине на сегодняшний день нет. Тем не менее, вы не путеводитель, да, вы не гид, вы действительно пишете о том, о чем, по сути, вы считаете нужным, да? А вот как же формируется информационная политика издания? Знаешь, самое главное, вот какой критерий, да, когда мы решаем, как писать, о чем писать. Во-первых, о местах, которые еще как раз-таки не попали в какие-то путеводители, которые не так легко найти. И, во-вторых, писать так, чтобы вот с первых строчек это цепляло. Давай поговорим о названии журнала. Такое красивое французское название, La Boussole, Компас. И я знаю, что вы придерживаетесь четырех основных направлений. Это город, детали, люди и занятия. Первые газеты в Одессе были напечатаны на французском языке, потому что первые градоначальники были иностранцами, да. И, собственно, это такая дань истории, поскольку я себя уже, ну, наверное, с первых дней, как чувствую себя одесситкой, да, мне хотелось эту дань истории сохранить. Меня восхищает, да, что это не просто красивое название, а это еще и четко продуманное концепт. Конечно, да, да, да. Ну, то есть, действительно, вот, город, детали, люди, занятия, вот, как раз все самое нужное и самое верное, что нужно знать о городе. Ну, город, какой он, какой он на вид, как он выглядит, да, куда пойти, о чем узнать, его строение, его там, да, особенности. Форма подачи ваших материалов — это эссоистика. Эссоистика, да, она, конечно, очень сложная. Она требует от публициста, от журналиста большой отдачи, интимности, но, тем не менее, это не тот жанр, который вот легко заходит читателям. Поэтому вот у меня в связи с такими рассуждениями к тебе вопрос. Не планируете ли вы делать свой проект более массовым, чтобы те идеи, которые вы доносите до людей, действительно поступали к максимальному количеству людей? Или все-таки вы будете придерживаться своей четкой концепции и работать на узкую аудиторию? Очень много вот сейчас особенно мыслей по поводу того, как его делать более доступным. И приведу такой пример. Мы с моим молодым человеком вот путешествуем, но у нас совершенно разное восприятие вот, ну, всех городов и местностей. Он воспринимает сугубо вот какие-то там циферки, какие-то, ну, вот события, факты. Вот. А я такая, боже, посмотри, какой прекрасный зеленый куст. Вот. И у нас даже была идея, чтобы начать вести блог, где он будет описывать сугубо там, например, расстояние от того пункта до того пункта было столько. С собой мы взяли то-то-то-то-то. Там, ну, и вот, знаешь, прочее. И вы таким образом охватите больше сегмент рынка, да? А другая часть вот в таком художественном ключе. Это очень интересно. Разное восприятие. Да. И это была как бы наша такая идея, ну, больше как нашей семьи. Вот. А потом я подумаю, слушай, а что мешает делать ее и в журнале? Ты однажды сказала в интервью, что если ты делаешь успешный проект, если это любимое дело, которое находит отклик в душе, в сердцах, то этому нужно отдавать 100% своего времени. Ну, мне кажется, что парочку процентов у тебя остается на отдых. Свободное время, когда появляется действительно минутка, обожаю заглянуть на йогу, вот. Не всегда это удается, не всегда систематически, но даже если это не в каком-то клубе, да, или там на каких-то занятиях, дома есть коврик, есть музыка для медитации. И это прекрасный способ сбросить в себя какое-то вот напряжение. Таня, я тебе очень благодарна за беседу. Спасибо вам тоже. И я знаю, что у тебя есть интересная теория о том, как идея сначала может поменять одного человека. Затем эта самая идея при правильной ее реализации может поменять какую-то группу людей, да, и потом постепенно она будет менять мировоззрение целого народа. Вот я хочу пожелать, чтобы Ля Буссоль стал тем компасом, который вывел нас, украинцев, на путь осознания того, что какой будет наша страна, каким будет ее будущее, зависит от нас. И чтобы как можно больше людей понимали, что в этой стране не просто можно жить, а можно жить хорошо, с удовольствием, можно путешествовать, развиваться, можно создавать качественные продукты. И вот ты яркий тому пример. Спасибо огромное. Спасибо за это, Василия. Удачи. Спасибо. Спасибо.